Сегодня мы поговорим о таком чувстве как любопытство и как оно может повлиять на ваше развитие в том числе в компании. По исследованиям ученых дети задают вопрос почему до восьми раз в день и в половине случаев не находят ответа. Их это не останавливает, они продолжают генерить новые вопросы. И ответы не находятся, потому что взрослые впадают в ступор, потому что нет ответов на такой вопрос, как почему лед квадратный, а лужа от него круглая, как разговаривает кенгуру или почему на ногах ногти, а на руках не рукти. Чаще всего к такой черте как любопытство еще в подарок или комплект идет отсутствие страха задавать эти вопросы, кому бы они не были адресованы. Я думаю у каждого из нас есть смешная история о том как дети в общественных местах задают ну совсем неуместные вопросы и взрослые теряются и не находят что на них ответить. Порой вопросы бывают даже личного характера и загоняют в краску взрослых. Так вот именно такое чувство или такое свойство помогало мне развиваться все эти годы. Вопросы почему это так? Что будет если сделать по-другому? Или а как может быть еще? На мой взгляд это залог некого успеха. До работы в компании Сибур я искала ответы на такие вопросы. Почему нужно обязательно учитывать товары на складе? Почему документы должны быть корректно оформлены? Почему можно проиграть тендер, если ты с самой классной ценой? И почему программное обеспечение нужно обязательно тестировать перед тем, как поставить на промышленную среду? И все это происходило до того момента, как я не узнала, что существует возможность узнать, что можно сделать из газа, что оказывается из этого жидкого вещества. Можно делать шины, резинотехнические изделия, а еще это классно влияет на экономику. Ну конечно я не могла устоять такого предложения и пошла искать ответы на эти вопросы. Почему? Чуть более девяти лет назад я стала сотрудником Сибура. И тогда я попала в управление с названием стратегический маркетинг. На тот момент я не знала, что в мире существуют стратегии огромного масштаба, а еще масса труднопроизносимых слов и сокращений, таких как ЖПП, тетрагидрофурилпропана и забутиленозапреновая фракция, но они до сих пор мои фавориты. Это был тяжелый период, мне нужно было искать и изучать ряд информации. Конечно, не обошлось без большого количества книг, в основном на английском языке, что усугубляло ситуацию. Но для лучшего восприятия всегда помогали люди. Мне помогали коллеги и в ряд моих контактных лиц попали консалтинговые компании, технологи и ученые. Они все помогали мне узнать, что такое мир Каучука. Для того, чтобы найти правильный ответ, нужно адресовать этот вопрос правильно. Или другими словами, вопросы должны быть четко сформулированы и заданы адресно правильным людям. После этого периода у меня настал другой период, поиск ответов. А как и почему это работает в Сибуре? С миром-то стало уже все более-менее понятно. И я перешла на должность продуктового менеджмента, дирекция синтетических каучков. На новой должности предстояло узнать массу новых историй. Особенности продуктового производства, операционных процессов на заводе, логистики и в продажах. Это все происходило очень быстро и нужно было разговаривать с людьми. И, наверное, помогло мне там только расширение, значительное расширение круга общения со всеми сотрудниками соседних департаментов, которые участвуют в производственной цепочке продукта. Я очень благодарна коллегам, что они спокойно отвечали, наверное, на мои глупые вопросы. Такие как, почему нельзя менять марочный ассортимент дважды в день? И вообще, почему у нас несколько себестоимостей? Но эти люди находили время благодаря тому, что я находила обоснование, зачем мне нужен и важен правильный ответ на этот вопрос. Конечно, после стратегического маркетинга, когда цели очень длинные и все идет спокойно, операционная работа отличала значительно. И минута, и цена минуты каждого из сотрудников приобрела новые очертания. И отсюда появился второй урок. Объясни и обоснуй своему собеседнику, почему тебе важно иметь этот ответ, и почему его ответ поможет общей работе в будущем. Наверняка каждый из вас уже почувствовал, насколько все быстро происходит в Сибуре. Ведь у нас постоянно ищут, тестируют и модернизируют лучшие мировые практики. И это происходит непрерывно. И особенно это происходит с структурами. Так вот, после очередного такого изменения, мне выделили новую зону ответственности. Называлась она руководитель маркетинга Каучков и СБС. Это очень интересный период жизни, когда зона ответственности расширяется, все снова чуточку замедляется по сравнению с операционной работой, но вызывает потребность работы все с большим и большим количеством коллег. Потому что такие активности, как сделки МНА, развитие новых продуктов, развитие площадок производственных с разными типами продуктов, уже появляется общение с клиентами и фокусное общение с консультантами. Конечно, это все требует фокусности. И появляются сотрудники, которым тоже нужны ответы на вопросы. В целом, говоря про тот период, могу сказать, что вынесла третий урок. Это нужно уметь отвечать правильно на вопросы. И убедиться, что собеседник услышал именно то, что ты пытался ему передать. Меньше года назад я снова поменяла должность. Я стала руководителем продаж. Теперь мне предстоит исполнять планы, которые, в принципе, были запланированы на прошлой позиции. Но это очень интересно. И ко всем моим широким обязанностям и общению с коллегами добавилась еще важная вещь. Нужно работать на внешнем контуре. Нужно представлять лицо компании и выстраивать отношения с клиентом от лица компании. Как вы думаете, что вообще может помочь выстроить отношения? Конечно же, знание о клиенте. Почему он хочет что-то развивать? Как он видит будущее? С кем еще из конкурентов он общается? В конце концов, что любит генеральный директор? Наверняка это очень может помочь в будущем. Так вот, в общении с клиентами и внешним миром помогают те три простые правила, о которых я рассказывала. Не бойтесь задавать вопросы. Абсолютно не бойтесь выглядеть глупо. Старайтесь найти правильные ответы. Отвечайте людям. Все это поможет вам не только двигаться вперед, но и узнавать больше в мире в целом. Эти принципы применимы не только в офисе. Их можно вполне использовать везде. Мир приобретает новые краски. Вы получаете новые знания. И люди в ваших глазах тоже меняют свой вид. Вы знаете, мы в принципе можем прятаться за строгими костюмами и строгими лицами. И очень серьезно себя вести на совещаниях. Но вот эта маленькая частичка детства, которая говорит о том, что не бойтесь задавать вопрос почему, она всегда может быть с вами. Оставьте ее. Удачи. Спасибо. Удачи.